так очередной обзор на объявление уже на июле нам необходимо купить телевизор в общем в принципе какой-нибудь телевизор собственно говоря если на искать телек вбил параметры поиска жк диапазон короче диагональ экрана вот такой и цена до 5000 рублей почему такая цена но если забить допустим где-нибудь так и открыть здесь телевизор и медиа можно даже на плейрун там было бы более так если телек на днс так прямо так сделаем во-первых менее 15000 вторых диагональ экрана папа 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 2132 показать так цена а вот цена ну допустим до 9000 рублей диагональ ну 21 слишком мало поэтому ну 26 27 бывают такие 26 опа их уже нету телеки подорожали 12000 рублей ну вот где-то чирик стоит примерно то есть я считаю если новый телевизор стоит чирик то бушный телек причем не с самого свежего года выпуска там без dbt2 без там всяких какими-то hdmi крутых и прочего прочего ну отработавший уже сколько там лет то есть на конденсаторы там электроника вся немножко уже это стало ну как бы потеряла свой свой ресурс немножко вот я думаю что телек должен стоить порядка где-то около 6000 ну где-то 5-6 тысяч я бы сказал даже максимум 5 до 26 дюймов максимум 5 тысяч бушный телек должен стоить естественно если посмотреть на плейрун там будет еще чуть подешевле ну наверное побольше там будет выбора сейчас попробуем смотреть сразу чтобы поделиться что делать на юле где-то телевизор находится так телефоны компьютерные фото видео фото видео чё где инструмент товара мелко бытовая техника а ну вот телевизор и все для них телевизоры диагонали ну вот так стоп 28 и 32 так ну что нам показать применить сортировка сначала по возрастанию цену мы берем ну вот собственно говоря 32 дюйма можно найти за 8 800 где-то так 9000 32 дюйма стоит на player.ru причем телеки такие ну как конечно китай там ну они типа все там все флешки читают там все такое короче за 9000 можно купить современный телек 32 дюймовый и заходим мы на нашу любимую югу и начинается здесь просто какой-то раз кардаш вообще круто но телевизор а я уже открыл некоторые объявления мне нравится 3000 рублей абсолютно новый но требуется замена замена экрана замена экрана абсолютно новый абсолютно новый но требуется что такое опять абсолютно новый но требуется зачем так писать блин типа молодцы да короче 2000 рублей продам телевизор рабочий 3000 рублей это значит ты еще добавишь туда порядка 6000 или 7000 для матрицы и получишь не получишь вот блин такой телевизор кто продает они поешь моты дебильные кто это делает зачем зачем так за такие цены продавать убитые в хлам в хлам убитый телек ты его можешь отдать за 500 рублей никто не купит такой блин только по частям там продавать мэйн отдельно ты будешь продавать это долго вообще ну это какие то же моты просто не знаю в германии мне кажется я вас смотрю сейчас в ютубе чуваки люди в германии просто их выкидывают такие телеки просто вот так вот выставляют их возле дома вот так вот ставят ну можно могу сейчас вот да найти тут у меня много подписок сейчас я здесь сложный сейчас найдем наверное вот здесь вот что ли сейчас шпермиуль там называется шпер вот смотрите блин шпермиуль германский вот что выкидывает в германии в германии выкидывает телеки мониторы выкидывает так чувак в германии живет ну и там что-то собирает и продает все это делает нормально и там причем ноутбуки выкидывают а у нас пытаются чё так сейчас ну я вам скажу так ребят у нас пытаются из какого-то говна просто вывешать 3000 рублей то есть это о чем говорит а уровне достатка в нашей стране или не знаю дебилизм там образован образованности я не знаю ну ладно короче продам телевизор рабочий только вот при перевозке придавили чуть экран а теперь вот с таким дефектом для дачи и кухни пойдет отлично могу ставить по Москве отлично он пойдет для дачи и кухни блин вот оно отлично все причем судя по всему здесь еще какой-то раз фокус пошел что-то картинка замазана у тебя какая-то прям прям супер за 2000 рублей то что выкидывают в более разных странах на помойку сюда добавь еще тоже 5-6 и получи новый телек учитывая что тот телек выпуска бог знает какого разбита матрица 5000 рублей да ты че вообще что ли за 5000 рублей разбита я хочу ему написать ты дебил ну я не буду писать ему ты дебил за 5000 рублей панасоник боже мой ты че ж мод что ли или идиот ну да ладно дальше 5000 рублей бог ты мой да купи Китай себе вот вот он вот Китай вот он есть Китай пожалуйста Томпсон Китай 9600 блин ну 10000 да там какой-то Орион Телефункин там все это Китай ну как бы нормально такое все будет нормально работать не надо геморрой никакого и не факт что потом он тебя сдох поменяешь поменяешь матрицу телек уже наработал и скорее всего TX сейчас LR 32 X3 так Panasonic TX LR 32 что там было короче 32 LR 32 32 X3 32 X3 32 X3 какого выпуск то он 12 года выпуска бог ты мой и он че умеет и он ничего не умеет ни T не умеет ни T2 по-моему не умеет то есть ну может быть он T умеет цифровой но T2 то он точно не умеет HDMI то у него есть хотя бы один технологии описание спецификации что куда нажимать игровой режим что за древность такая бог ты мой блин это же просто вообще жесть то есть чувак купил его когда-то за 26 тысяч в допотопные времена HDMI две штуки вау вау цифровой тюнер понятно допотоп конечно он купил его где-то там в девнадцатом году за такие деньги теперь думаю ну блин я же купал за такую цену надо продать его там с разбитым экраном вот за такую цену вообще красавчик я думаю короче эээ может показать вам почему такая цена да здравствуйте почему такая цена здравствуйте хочу узнать почему ну такая цена да ни на чем там писать его можно нельзя пошел он в жопу короче пускай ответит кдл 32bx340 пять раз моргас идет судя по неисправной панели поцветка работает панель такая-то плата питания такая-то бека или на шлейфе вот там этот самый скалы короче микросхемы на шлейфе подыхается здесь ну-ка 32BX 340 Это супер допотопный год Япония, типа, да, там О, типа круто, 2012 год Боже мой, 7 лет прошло за 2000 рублей Никто тебя не купит, мы такие выкидывали Просто тупо выкидывали С дефектом шлейфа После протирания Начал показывать с половиной экрана То с реальной диагностика показала дефект Соглашусь на ремонт до 5000 рублей Пишите, предлагайте варианты Чувак На ремонт до 5000 рублей ты можешь купить себе Вот Вот Пожалуйста, сюда зайди Сейчас Ну давай начну сейчас, да, там, чувак Сейчас, секунду Что это такое-то Да тоже какой-то поток получается До 2012 года Да ты придурок, что ли Для продавцу Добрый день, хочу Добрый день Интересно Интересно Знать Хочу Хочу узнать Хочу узнать Почему Такая Цена У нас вопросов, да Почему? Потому что такая Да Такая, потому что такая От балды написал Там, да Телевизор Пульта нету Разбита матрица Под ремонт запчасти Платы все рабочие Диагональ 32 Смотрите фото И телек Конечно же Че у нас Супра Какого года Выпуск Это мне интересно Бог ты мой 32 дюйма И тоже Матрица сюда будет Стоит Косари 5-6 Есть Ну типа только если Это отсюда плата Выдергивать Да И продавать Короче, неважно Какой-то допоток И мне кажется Ну хотя Не особо Что-то Ни-шки Ни-шки Отлично работает Также работает Разъем DVI DVI Возможно Допотоп Какой-то Адский На самом деле Лучше добавить Еще пятерочку Потому что Вот этот видок Толстый Добавить пятерочку И купить Уже С LED-подсветкой Блин Не сюда смотрю Вот Пятерочку добавить Ну не жидиться Просто добавить Пятерочку Потому что Этот толстый Его вешать Замучаешься Какие-то разъемы Непонятные Допотопные Все Вообще Ужас какой-то Требуется Замена матрицы Или запчасти Четыре тысячи Чего Сколько дюймов Такой-то тоже Допотоп Да Еще SCART Еще SCART Есть Какая жесть Да Не знаю Общаясь За три тысячи Рублей Это какого-то Года Девятого Даже Девятого Года Три тысячи Рублей Как все Запущено Это вам Да Не Германия Это вам Россия Я не думал Что Блин У нас люди Продают Продают Такое Говно Откровенное Просто ужас Просто После этого Не хочется Сходить на Абит На Юлу Что-то искать Какой кошмар Ты живой Хотя Мне кажется Мертвый Ну давайте Посмотрим Что тут Напишем Рабочий Но Мертвый Дефектный Шлейф А Это было Смотрите Samsung Запчасти 2017 Года Какая разница Ты его Просто Выкидываешь Запчасти Где-то Положихи Тут Ну Может быть Просто От ценовой категории Как бы Типа Неправильно Выбрал И выбирать Все на запчасти Да какой дурак Будет покупать Такие деньги На запчасти 500 рублей Готов Отдать Зателек На запчасти Битая матрица В Щербинке Телевизор Samsung Битый Тоже Чувствую Супер Тоже Мертвый Судя Потому Что Здесь Продают Здесь Нормального Ничего Не Не Продадут Это За счет Труп Даже Такое Супаться Не стоит Все Все Закончилось Все Ну Тогда Пойдем Дальше От 5000 До 6000 Повышаем Ставки Применить Повышаем Ставки 6000 Нерабочий Телек Полюбас Так Сейчас Разбита Матрица За 5000 Рублей Это Потопный Телек Отлично Сломан Сломан Экран Работает Какая Разница И Нафига Твои Документы Нафига Твой Пульт С Тебя Сломан Экран Что 2200 Philips Ты Тоже К Тоже Что . Блин Даже 2016 Год Ничего Себе Но Как-то Выглядит Стремновато Конечно Предостережение Это Производство 16 Года Опасность Ну да, он тоненький, тоненький вроде бы, но жопка, конечно, такая толстенькая. Да, стрёмно, конечно, его чинить, если что, брать. Во-первых, матрица тоже пойдёт. Короче, выйдет примерно то же самое, что вот так. Никто будет сдавать на ремонт такой телек, я даже не понимаю, зачем ему сдавать, когда выйдет, примерно, новый. Есть смысл продавать это на запчасти? Непонятно. Разбитый экран, да. В остальном всё работает. Клёво. Откуда ты знаешь, что всё в остальном работает? Ты что там как-то... Ты что, с ловиком там сидел, что ли, да, там? Или ты типа в сервисе работаешь, чувак? Три сто. Три сто. С шестнадцатого года. Битая матрица, две пятьсот. Ты же говоришь, нормально, он ничего не продавит, смотрите. Состояние отличное. Дальше читаю, читаю, читаю. Читаю, дальше, читаю. До падения всё отлично работало. Сейчас тоже. Кроме матрицы. В рот тебе ноги. Состояние отличное. Ты уже написал, идиот. Телевизор ещё в плёнке. Да хоть, я не знаю, хоть в конфетти пускай он у тебя будет. Визуально ничего нового, но при включении ведут речи на экране, цветные полоски, звук воспроизводят, каналы переключают. А данные запчасти в полном комплекте. Есть вопросы, отвечу по телефону. В полном комплекте засуни вот себе в одно место. 6 тысяч, бог ты мой. Да, типа он современненький такой телек, да. Может даже был и типа 3D, но нет. Нет, с картой 3D это что-то такое противоречащее друг другу. Ну что, ещё немножечко пройдусь я по этому делу. Прямо увлекательное путешествие получается. Телевизор 26 дюймов. Hyundai, вот смотрите, они все без включенного экрана продаются. Просто все трупы, напряж трупы, это тоже умершие. Я даже не знаю, есть ли смысл вообще щёлкать. Потому что, вот, 5500, смотрите. 32 дюйма, 5500, щёлкало. В принципе, от меня недалеко тут ехать через непонятно как. Но, в общем, можно и доехать. Sharp, ЖК-26. Телевизор Samsung в Москве, видно, что матрица какая-то кряхнутая. Чё ты чё, вот, смотрите, Supra. 3000 добавил, и вот тебе новый Supra будет. 32 дюйма, блин, за 6000 продаёшь то, что можно купить новое за такие же деньги. Да ты чё? Зачем? Кто тебе купит, какой-то диод, не знаю, кому? Нет, ну купят какие-то жмоты, которые за 1000 рублей будут, так сказать, подешевле что-то. На 1000 рублей, когда он стоит, допустим, там, 600, да, он на 55 купить. Ну, что это такое? А, КМС-32. Ну, тут тухляк тоже. Это вообще какой-то потоп, широкая рамочка, ну, видимо. Да, всё ясно, всё ясно. Ну, короче, нет смысла, да, дальше ковырять, а там уже дальше нечего ковырять. Повышаем... А, нет, начало пройтись по этим объявлениям, потому что это всё тухляк. Диагональ. Реально хорош, через 1000 изображение, пуль в комплекте. Но. Что но? Он старый. Как? Непонятно что. RGB. Скарты какие-то ещё и подобные. И сколько он? 26 дюймов. О, мне ответ пришёл. Мне ответ пришёл. Мои сообщения. Я вроде бы культурно обещался. Добрый день, какая такая? Ну, завышенная. Завышенная. Сейчас, а что телек добыл-то? Посмотрим, что за телек у Дениса был. Так, телевизор. А что я у меня спрашиваю, какой телевизор-то? Наверное, вот этот телевизор, да? 4500, замышленный, да? Так, LG 4500. Отлично. Короче, типа шлейф, да? Типа, отремонтировать. Но телевизор... Ну, какой там год был ещё раз? 12-го года? Так, для телевизора 2012 года, для телевизора 2012 года, где нет цифры, и нет цифры, и картинка так себе, плюс убитый шлейф, непонятное состояние. Состояние состояние электролитов, где нет цифры, цифры Т2, ну хорошо, я пишу Т2, ДВБ-Т2, изник так себе, после битых шлейф, непонятное состояние электролитов. То есть, после... Так, где нет цифры, после битых шлейф, непонятное состояние электролитов. Цена, мягко говоря, завышенная. Цена, мягко говоря, на уровне... Сейчас скажу, какого-то года. На уровне 2012 года. Вру, нет. На уровне 2012 года, да. Ммм, уже битых хлам. Новый, новый, современный, тонкий... Новый, современный, тонкий с... Со всеми... А, не важно, новый, современный, тонкий. С более лучшей картинкой. Стоит... Сколько там мы стоим? Сколько он стоит? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, короче, десяточку, да, стоит. Новый, современный, тонкий стоит 10 тысяч рублей. А ты хочешь 6, что ли, там, заняла? Четыре-пятьсот. Стоит 10к. А что он хотел еще ремонт ему сделать, да? Чтобы, ну, чтобы какой-нибудь придурки, мать. Стоит 10к, то есть до 5 тысяч рублей. Стоит 10 тысяч рублей. Если вы думаете согласиться на ремонт этого мамонта, то вам дешевле и надежнее будет купить новый Playroom. Ну, и что еще надо писать? То, что его после ремонта неизвестно, сколько он еще протянет. Так, скорее всего... А, да не... Протянет, протянет. Короче, давай, все. Я тебе отвечаю, а ты как хочешь? Ну, и дальше все, чувак. Я тебе написал. Так, хендай. Ну что, 6 тысяч. Без поставки, пульт и провод прилагаются. 24 дюйма и 6 тысяч рублей. Бог ты мой. Какого года выпуска? 2006-го года выпуска, да? Я правильно понял? Наверное, правильно понял. А, это типа автомобильный штука, телек или что-то такое. Телевизор цвет. Новое изображение, жидко-кристаллические. Что-то там. Даже ты сфотографировать не смог. Короче, понятно. Бомжи. Мы все бомжи. Мы все жмоты, точка говоря. Это тоже какой-то ужас просто. Шарф, отлично. 626 в Японии. Да хоть где это сделал. Ты просто не учусь с ним. Ты его смотришь, не сможешь. Тебе глаза будут разъедаться от этого. Наверное, даже не 720 пит. Там, скорее всего, какой-то ужас. Матрица живая. С электроника какая-то хрень. Сервисная прошивка не помогает. Значит, люди говорят, что хана-генератор. Разве какой-то генератор. Развертки у тебя. Там, как его? Скалер называется. Я уже давно не занимался ремонтом телеков. Так он у тебя накрылся. Блин, вот. Уплата, а дальше уже фиг знает чего. Там, то есть, можно попасть на такие деньги. Может, и сам скалер, кстати, накрылся на матрице. У кого есть подобные сбитые матрицы, самая норм. Или есть широкие языки, включается логотип, показывает нормально. Ни-фига. Ни-фига. Потому что такое сбитые матрицы. Тебе скалер придется отклеивать из стекла, скорее всего. С 5 тысяч рублей. За 10 тысяч купить можно новый. ЖК 32 дюйма. Так быстренько проходимся отстой. Сразу в отрешенном состоянии. Так все работает. Да-да. Здесь все. 5500 за 32 дюйма. Вот такого вот потопного года. Где даже отдельно написано HDMI. HDMI. Как это круто сейчас. HDMI. Ну, вы понимаете, что-то раньше было HDMI. То есть это... Это даже, по-моему, не 720. А, это 1300 что-то такое. Там, да, по-моему, есть 720. Ну, короче, какой-то потоп адский. Просто вообще... 5500. 5500 до потоп. Короче, я так понимаю, мы на Вито телек не купим. Нет. На Вито мы телек не купим. Ну, он 8 на Юлиях. Здесь какие-то же маты с толстожопыми предложениями. То есть у него... Ну, вы посмотрите, как он толстый. Какой он допотопный. Показ идеальный. Есть вход в HDMI. Не тяжелый. Да, конечно. Неплохой вариант для кухни, дачи, лицевой квартиры. Не торгуйся. Обмен не предлагать. Ну, иди ты нафиг. Потому что 10 тысяч можно купить нормальный телек. Современный. Что такое с ним произошло? Кажется, у него трещина. Мне кажется, ему хана. Какого-то года он непонятного. Да, где подписывает деталь. 14-го года. Ну, может быть, даже Т2 у него есть. Может быть, и есть. Но это не важно. Белый, дегональный, запчасти, под лимон. Звук работает, десерт на фото. Какая же звук работает? Звук работает. Звук есть. Звук. Значит, все клево. А, дефект. Короче, это, короче, какой-то труп лежит, да, там, например, в гробу, уже закопанный. Ну, вот. И тут, ну, внутри какие-то там, это, процессы разложения идут такие внутренние. И там звуки. Ну, типа, звук есть. Значит, о, можно чувак там. Ну, небольшой дефект он умер. Ну, звук есть. Ну, типа, ну, дефект. Дефект виден. Ну, типа, можно с ним пообщаться и идти по живой, да. Можно еще пинать его, говорить. То есть, чувак, иди на работу. Вставай с утра, тебе на работу иди. В 10, вой. В 6 утра, что тут лежит, работает? У тебя звук же исходит из тебя. Какое-то такое бурление внутри, там. Понятно. Продам. Высококачественным, широкоформатным экраном с максимальным решением никаким. Модель значима универсальными цифровыми аудиоинтерфейсами. Короче, идите тоже лесом. За 10 тысяч куплю новый. 32-дюймовый, между прочим. Включает, зависает на заставке матрица и корпус в состоянии нового. Забирать подростки. Орока нет, торга нет. Та, включает, зависает на заставке. То есть, у тебя, возможно... Что у тебя возможно? Ну, может, просто дохлый, кстати. Может, оператива дохлая. Нет. И еще раз, нет. Лучше 200 тысяч куплю такой новый. Имя не будет поставлено на новый прост, который будет стоить бог знает, сколько еще переброшить его, не поймешь как. Ну, просто, например, косарь стоит, да? Ну, или оперативочка там стоит, ну, ладно. Ох, там, рублей 200-300, да? Но, допустим, бабах, и не получилось. И... И 5 тысяч добавить еще, блин. И не мучиться, просто не париться. Забыть обо всех ремонтах. Время сэкономишь. Жить будешь, а не зависать в этом телеке. И где-нибудь в сервисный мастерских ругаться там. Нафиг это надо. Пульт имеет звук, видимо, не бывает, пропадает. Иногда. Видимость бывает, пропадает иногда. Да, отличный. Он еще и старый, как непонятно, что. 5 тысяч рублей. Дальше, быстренько. Все, надо заканчивать уже время, там уже все. Так. От 6 до 7, может, что-то есть нормальное, применить. Ну, за такие цены-то можно купить-то телек, уже просто телек можно купить-то, блин. Все, я уже даже не буду это смотреть. За такие цены можно реально купить новый телевизор. 7 тысяч. 7 тысяч рублей. Нет. Все. Все, я заканчиваю. Все, да, честно, честно сейчас закончу. Все. Короче. Вот так вот покупать, искать телеки на Авито. Блин, 6 тысяч рублей. Смотрите на это. Ватничный станет, прекрасный цвета, ни разу не ремонтироваться. Это платный из премиум. Держатие повороты за полторы тысячи рублей с крепежом. У меня новое сообщение пришло. Как я. Клево. 6 тысяч рублей. Это типа чё? Это типа ретро, что ли? Сейчас я сейчас подашу. Это типа ретро-телевизор. Что? Ретро-телевизор. 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 Что ты мне будешь говорить-то? Мастеру по ремонту этих гробанных электроники, блин, и телевизоров тоже. Я тебе прямо сейчас сразу. Давай, смотри. LG 32. Чё, там Т2, что ли, есть, да? Если там Т2 есть, я возьму свои слова обратно. Я возьму свои слова обратно. А если там есть Т2? Я просто скажу, чувак, сорян. Я был неправ. А, ну, мне даже он показывать не хочет. Смотрите. Т2 там есть. Т2 там, ничего себе. Это, наверное, первые телеки, которые были... О-о-о-о. Надо же, надо же, надо же. Я ошибся. А какого же он года-то? Какого же он года выпуска, получается? Чё-то он слишком... Он, наверное, самый первый телек, который вышел такого-то года выпуска. В том смысле, такого вот формата, что ли. Так, сейчас год выпуска. Год выпуска... Год выпуска. Год... Год... Понятно. Какого же ты года останется, а? Чё-то у меня интернет тормозит как-то теперь. Какой же ты год, да? Действительно, да, что я, 19-й? Как предложить, действительно, когда уже тут всё это... Ушло комментарии, отзывы, да? Да, давайте посмотрим, вот, с какого-то. С 13-го года. Ну. Это же до поток просто. Ну, да только-только вышел он. ДЛНА. Какой там ДЛНА? С 13-го года. Вы чё, ребятки? Может, там, конечно, не... Ой, в смысле... Ладно, короче, да, сорян, сорян, да. Т2 там действительно есть. Да... 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 Возможно... Да, сорян... Возможно... 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 Одна из первых... Моделей... Две тысячи... Там... Сейчас, 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 сейчас... Какого-то года-то у меня прям там где-то было написано. Две тысячи двенадцатого года. И, скорее всего, здесь подсветка светодиодная, похоже, да? Ну, ладно. Значит, одна из самых первых моделей... Две тысячи двенадцатого года... С... Т2... И... Так... И... Светодиодной... Подсветкой... И... И... Что там? Лед... Эээ... Так... Пу-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па... Ну... Согласитесь... Шикеровку... Лучше купить... Эээ... Новый... За девять... Руан... За десять... Тысяч... Рублей... Чем... 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 Вкладывать... Вкладывать... В ремонт... Такого... Эээ... Такого старого... Такого старого нечто... Такого старого нечто... И... В итоге... Получить... Тоже... В итоге получить... Константничку... Эээ... Ну... В принципе... Советую вам... В принципе... В принципе... В принципе... Ваше личное дело... Но... В Германии... Такое гэ... Тупо... Выставляют... На улицу... Эээ... Мне просто... Мне просто... Было... Интересно... Мне просто было... Интересно... Для... Интересно... Сделать... Обзор... Мне просто было... Интересно... Ладно... Просто было... Интересно... Мне просто было... Интересно... Все... Все... Хватит уже...